Собственно, добрый день. Давайте окунемся еще глубже в мир обеспечения качества и тестирования. Сегодняшняя наша тема будет посвящена ручному тестированию. Мы глубже разберемся в классификации, а также рассмотрим интересную практику, метод свободного поиска, интуитивное тестирование. Сначала поговорим, потом, собственно, попробуем на тех проектах, которые были вверены вам на прошлом занятии. Опробуйте свои силы и сделайте первые шаги. Так, собственно, многообразие тестирования. Тестирование, как уже, в принципе, заложил на прошлом занятии, это процесс неоднородный, состоит из множества различных процедур, которые используются в зависимости от необходимости и востребованности на том или ином проекте. Собственно, еще раз о тестировании. Крайне важно, повторюсь и буду повторяться. Мы не ищем баги. Тестировщик не ломает программное обеспечение, не ищет ошибки. Тестировщик исследует программное обеспечение с целью получения информации о качестве продукта. Классификация тестирования. Мы рассмотрели на прошлом занятии, бегло пробежались, что есть классификация по объекту тестирования, по знанию тестируемого объекта, по степени автоматизации, степени изолированности компонентов, моменту проведения испытаний, характеру сценариев и степени подготовленности к испытаниям. Собственно, сегодня подробнее об этом давайте поговорим. По объектам тестирования. Тестирование может быть функциональное. Это то есть когда вы как раз проверяете логику, работу кнопок. Чаще всего, если вы будете встречаться с тестированием в своей работе, вы будете встречаться именно с функциональным тестированием. Нужно будет убедиться, что программное обеспечение работает так же, как заявлено в требованиях. Тестирование UI, юзер интерфейс, то есть внешнего вида. Данное тестирование применяется не так часто, но тем не менее, как правило, в процессе функционального тестирования вы волей-неволей обратите внимание на то, что внешний вид не соответствует заявленному. У вас может быть даже не быть скриншота или макета какого-то, которому должно быть строгое соответствие, но любой специалист по тестированию, даже самый новичок, сможет понять, что если текст вылезает на другой текст, если он, не знаю, выходит за рамки блока, то есть это баг, о котором нужно сообщить. И тестирование спецификаций. Также мы рассматривали на прошлом занятии сложная технологичная процедура, которая позволяет минимизировать риски появления дефектов на самом раннем этапе, когда создано исключительно только техническое задание, документация, спецификация, тут по-разному можно называть. Архив важно, чтобы в голове у человека, ну как скажем, гуляла фантазия, чтобы он мог себе представить программное обеспечение до того, как оно появилось. По знанию тестируемого объекта. Метод белого ящика, метод серого ящика и черного ящика. Как мы помним из прошлого занятия, метод белого ящика позволяет тестировщику в процессе тестирования заглянуть внутрь исполняемого кода, увидеть какие-то конкретные функции, методы, классы. Можно посмотреть в сам код и найти ошибку прямо внутри. Эта процедура требует определенных скиллов и выполняется разработчиками в большинстве случаев. Тестировщики тоже привлекаются, но, как скажем, если у них на то есть какой-то технический бэкграунд. Серый ящик, по большому счету, часто используется в тестировании веб-приложений. То есть это когда у вас есть возможность частично узнать, как отрабатывает код. Например, вы можете открыть консоль в браузере и посмотреть, какие запросы уходят к серверу, какие ответы от сервера приходят. И тем самым можете локализовать ошибку или провести тестирование какого-то функционала. Ну и метод черного ящика самый распространенный. Вы ничего об объекте не знаете, вам дают его эзиз. Собственно, проекты, которые были вам вверены, они, по сути, так вам и передаются. У вас нет никакой информации, каким образом этот код работает. Вы можете только об этом догадываться. И тестируется он, собственно, по морде своей. Как выглядит, так и тестируется. По степени автоматизации. Ручное тестирование, опять же, самое распространенное. О, тут верточка поехала. Ручное тестирование, опять же, самое распространенное, самое простое, самое легко внедряемое. Если вы появитесь на проекте, неважно в какой роли, и заметите, что там нет тестирования вообще, в принципе, как такового, то начинайте с ручного функционального тестирования. Это самый простой и дешевый способ, который избавит вас от изрядного количества дефектов на продакшене. Полуавтоматизированное тестирование требует определенных скиллов от тестировщика. Он должен либо уметь программировать, либо обладает знаниями в использовании различного рода инструментов для того, чтобы готовить данные для выполнения тестов. Архиважно, чтобы подобные инструменты были в общем доступе. То есть, если такой инструмент в коллективе тестировщиков существует, то его необходимо шарить. Ни в коем случае не рекомендуем, не советую вам использовать подобное программное обеспечение исключительно локально, где-нибудь там под шумок, из-под парты, доставая и используя ваши коллеги. Рано или поздно, если вы там заболеете, в отпуске будете, или, не дай бог, уйдете из компании, то эти полуавтоматизированные тулы останутся, собственно, на жестком диске вашего компьютера. Делитесь этими знаниями. Они могут потребоваться и разработчику для локализации дефекта, потому что в описании бага вы можете сказать, что необходимо зайти на ящик, запустить, на почтовый ящик, запустить вот такой-то скрипт. Он подготовит все тестовое окружение, а далее выполнит шаг 1, 2, 3. Если этот скрипт не находится в свободном доступе, то, увы и ах, разработчик будет испытывать проблемы и трудности для воспроизведения этого дефекта. Ну и автоматизированное тестирование — самая такая продвинутая техника из функционального тестирования. Кстати, автоматизировать в принципе можно не только функциональное тестирование, можно автоматизировать, например, код-ревью. Есть различные инструменты, которые позволяют фильтровать код перед тем, как он попадет в общую ветку. Он проходит, ну, условно, некую модерацию автоматическую, вы вставляете рулы, так называемые, правила, которые фильтруют код и говорят, что вот здесь у тебя там 4 пробела, а у нас должна быть табуляция, предположим, или еще какие-то аспекты. Очень хорошая штука и зачастую внедряется в компаниях. Также автоматизировать можно, например, тестирование UI. Целый ряд компаний, и Mail.ru не исключение в этом плане, сейчас занимаются активной разработкой и эксплуатацией продуктов, которые позволяют на различных подходах делать автоматизированное тестирование внешнего вида. То есть, ну, у нас в компании, например, используется инструмент, который выполняет некую последовательность действий, затем делает скриншот, сохраняет его как эталон. То есть, человек просматривает, говорит, да, скриншот выглядит корректно, сохраняет его как эталон. После чего мы можем выполнять регрессионные тесты, то есть, из раза в разы проверять. Тесты запускаются, и после того, как делается скриншот, он попиксельно сравнивается с эталоном. То есть, насколько он соответствует. При этом, ну, естественно, нам нужны различные специфические вещи, как там динамический какой-то контент затереть. То есть, у вас там дата, например, была указана где-то вот в письме. Вы ее должны затереть так, чтобы у вас скриншоты не алертили вам о том, что якобы существует дефект, расхождение между двумя скриншотами. Очень интересная практика. Но чаще всего встречается автоматизированное функциональное тестирование. Мы в рамках курса эту тему также затронем. Возможно, не так глубоко, как кому-то хотелось, но тем не менее удочку закинем и расскажем в рамках двух занятий о мире автоматизированного тестирования. Рано или поздно к нему приходит, ну, не знаю, каждый второй, наверное, тестировщик, который выполняет ручные тесты, регрессионные, из раза в раз, повторяя одни и те же действия над одним и тем же функционалом. Только ленивый и там совсем уж безинициативный человек не задумается, а как бы это можно было автоматизировать. По степени изолированности. У нас есть модульное тестирование. Это то самое юнит-тестирование, когда мы методом белого ящика смотрим в код и проверяем отдельные функции. У нас есть компонентное тестирование, когда мы абстрагируемся от окружающего функционала и рассматриваем одну компоненту. То есть помните, я приводил пример в качестве тестирования двери. Данная техника используется достаточно часто. Если она отсутствует, то, ну, как скажем, настоятельно рекомендую подумать о том, каким образом эту технику внедрить, потому что она, повторюсь, на самом раннем этапе позволяет также вычленять дефекты из программного обеспечения. Интеграционное тестирование, когда вы смотрите несколько компонентов связки и можете отловить те баги, которые на компонентном уровне были для вас недостижимы. То есть только в содействии двух компонент нередко проявляются какие-то дефекты. Они могут быть вызваны конфликтами мержи. Два сотрудника писали, две отдельных задачи. Сделали какое-то обращение к функции внутри кода своего и там вышли куда-то наружу. А наружу как раз второй разработчик что-то изменил в его работе. Это приводит к дефекту на уровне интеграции. Эта процедура, опять же, must-have. Она должна быть, как правило, с этого и начинают, по большому счету. Или начинают с системного тестирования, когда проверяются не только узлы новых задач во взаимодействии с собой, но и вся система в целом. То есть вы убеждаетесь в том, что система функционирует. Чаще всего это системное регрессионное тестирование. То есть вы хотите убедиться, что после внедрения новых элементов программного обеспечения старые по-прежнему функционируют, не регрессировали, в них не появились дефекты. Это как раз та самая нудная работа, которая толкает тестировщиков заниматься автоматизированным тестированием. По моменту проведения. Есть тестирование при приемке, так называемые smoke test или acceptance, понятия очень близкие, в принципе, которые позволяют вам в самый последний момент на продакшене или на предпродакшене сделать беглую пробежку, убедиться в том, что функционал готов, его можно выгружать или, выгрузив его на продакшен, убедиться, что он сохранил свою работоспособность. Как правило, это относительно небольшой пул тестов, и он просто крайне необходим, потому что, ну, к сожалению, волею судеб бывает так, что разработчики в самый последний момент что-то ломают или расхождение тестового окружения с боевым приводит к дефекту. Тестирование новой функциональности, собственно, это тестирование новой задачи, реализованной разработчиком, и регрессионное тестирование, которое проводится в рамках системного, которое, опять же, вот говорю, повторяюсь, позволяет убедиться в том, что система не деградировала. Согласитесь, было бы крайне странно выпускать программное обеспечение с новыми фичами, при этом там бы регулярно отваливались старые. Для того, чтобы подстраховаться, существует техника регрессионных тестов. По характеру сценариев мы также затрагивали позитивное тестирование, негативное тестирование. Эти виды тестов, они идут сквозь, то есть вот эта вот вся типизация, она на самом деле тесно друг с другом переплетена, то есть может быть там позитивное системное тестирование. Предположим, смоук-тесты, приемочные тесты, они, как правило, проводятся именно в контексте позитивных. Вы стараетесь убедиться в том, что основные сценарии работают так, как задумано, без различного рода изощрений и извращений. Потому что, как правило, на приемочные тесты дается достаточно мало времени. Мы сейчас буквально минут через 10-20, когда начнем говорить о методе свободного поиска, как раз побеседуем о практике еще сессионного тестирования. И вот там тоже можно проводить четкие разграничения между позитивными и негативными тестами и приоритизировать их. По степени подготовленности, тут опять же все просто. Тестирование по документации, у вас есть четкое техническое задание, оно актуальное, вы находитесь в райской разработке. Если с такой столкнетесь, пишите письма, расскажите где и как. Я пока такого в природе не встречал. Ну, или встречал, но только на отдельных частных случаях. То есть порядка 70% задач, с которыми я работал, они все-таки документации либо не имели, либо она была крайне неактуальная. Вообще, это приятно, конечно, тестировать. У вас есть техническое задание, которое представляет из себя список требований. Вы на каждый пункт требований пишите там себе 2, 3, 4 теста, потом эти тесты выполняете, убеждаетесь, что требования выполняются программным, обеспечениями, и все счастливы, что называется. А интуитивное тестирование методом свободного поиска — это то, чем сегодня мы с вами займемся. Самая сложная, наверное, штука, но не удивляйтесь, что именно с нее мы начнем, потому что она покажет базовый вход. Чаще всего в компаниях, когда приходит тестировщик, начинают тестировать именно методом свободного поиска. Я напомню, что весь курс построен таким образом, что мы начинаем, ну, как скажем, путь, как будто у нас в компании, в тех проектах, которыми мы занимаемся, тестирования не было вообще, и пытаемся самыми простыми способами обеспечить хоть какое-то качество. И с каждым занятием мы будем получать новые знания, которые позволят вам использовать все более и более продвинутые техники, инструменты и подходы для того, чтобы обеспечивать качество. Таким образом, я надеюсь, у вас, у самих, ну, как скажем, вы кровью и потом пропитаетесь, поймете, почему регрессионные тесты нужно автоматизировать, почему без документации крайне сложно тестировать, почему дефекты нужно стандартизированно заводить и так далее. Собственно, рекомендуемые процедуры, которые, ну, как скажем, по моему скромному представлению, должны быть в любой среднестатистической компании, которая задумалась об обеспечении качества. У вас должно быть тестирование спецификации, компонентное тестирование, интеграционное тестирование, системное вместе с регрессионными и приемочное тестирование. Эти тесты, эти процедуры позволят вам максимально подстраховаться за, ну, относительно небольшую стоимость обеспечения качества. Про последовательность процедуры, если вы помните, я рисовал это тоже на доске. Еще раз напомню, что на уровне, на этапе аналитики, когда разрабатывается техническое задание, идет тестирование спецификации, в разработке мы используем компонентное тестирование, на этапе тестирования интеграционное, то есть новые задачи смотрим во взаимодействии с собой, и системное тестирование. Ну и после того, как мы выгрузили, отдали в эксплуатацию наше программное обеспечение, делаем приемочное тестирование. В идеале в процессе передачи и в процессе получения на продакшн. Эффективность процедур. Опять же, график, который я рисовал, мы будем еще неоднократно к нему возвращаться, потому что я склонен считать, что у вас, как у людей, интересующихся контролем и обеспечением качества, должно быть четкое представление о том, что эти процедуры, они не живут в вакууме, они не абстрагированы от разработки, они не абстрагированы от бизнеса, и они за бабло. Они за то, чтобы в компании были эффективные процессы разработки, и экономически сама разработка программного обеспечения себя оправдывала. Другой график — стоимость обеспечения качества. То есть, вот делать только приемочные тесты, там короткий пул из 50-100 сценариев, чтобы проверять функционал вашего продукта, это дешево, сердито. Можно взять человека с улицы, написать ему какой-то там тест-план, по которому он будет проверять, можно там аутсорсера взять, и там, я не знаю, буквально за 10 тысяч рублей, там раз в две недели, когда у вас релиз, отдавать немного денег ему, и он будет выполнять эту работу, вы сможете как бы подстраховаться и слегка минимизировать свои риски. Можете взять тестировщика, который будет проводить исключительно интеграционное тестирование и системное. Можете взять продвинутого тестировщика, который сможет обеспечить компонентное тестирование. Тут важно, чтобы и разработка пошла навстречу, потому что для проведения компонентного тестирования у вас должен быть второй стенд, то есть здесь у вас вот при продакшн, например, если говорить о терминологии почты, у нас тестирование интеграционное и системное происходит на так называемой альфе. А задача от разработки мы тестируем на ветках Омеги. Есть некий стенд второй, и он отбачковывается на некоторое количество различных веточек, где весь окружающий мир нас не интересует, а интересует тестирование конкретной фичи. Как правило, такое тестирование происходит в формате, знаете, у меня такой образ, что, не знаю, где-то такое гиперпространство, вокруг хаос, осколки какие-то летают, там, не знаю, кометы проносятся, есть маленький островок безмятежности, где бегают розовые пони, и вот вы пасете этих пони, разбираясь в функционале, который работает. То есть, как правило, тестируя на компонентном уровне, у вас весь остальной функционал либо не работает, либо работает не пойми как, вы на это не заостряете свое внимание, вы тестируете конкретную реализацию, смотрите, что она работает хорошо. Ну и тестирование спецификаций на этапе аналитики, повторюсь, требует от тестировщика достаточно недюжих скиллов. Он должен уметь абстрактно мыслить, он должен мыслить наперед, как неоднозначная формулировка, там, абзац или хотя бы даже одно предложение может быть интерпретировано разработчиком и к каким дефектам это может привести. То есть, вы читаете вроде бы безобидную строчку, в качестве логина должен использоваться email. Вы сразу читаете и думаете, хорошо, email у нас может быть какой? Интересно, а будет, например, поддерживаться email в домене RF? Есть, например, письмо RF, почтовая служба с кириллическими названиями и волей судеб вдруг к вам придет пользователь, у которого будет, ну, как скажем, аккаунт на кириллице. Если этот момент не описан, то он, скорее всего, будет реализован как попало. Если вы придете к менеджеру, он скажет, да, нам нужно, разработчик изначально заложит, он сделает базу данных в нужной кодировке, код напишет так, чтобы он отрабатывал для случаев с кириллицей. Либо наоборот, если менеджер скажет железно, что нет, с кириллицей мы не работаем, извините, у нас такое ограничение на продукте, там, в техническом задании появится строчка с обработкой подобного рода ошибки, то есть если пользователь вводит, то ему выводится сообщение, что, извините, наш сервис не поддерживает почту с кириллицей. Согласитесь, это намного корректнее, чем просто увидеть ошибку ввода данных. Человек думает, я почту ввел, все как полагается, а у меня ошибка ввода данных. Вот, то есть документация заимпрувится, разработчик сделает однозначную реализацию. Если этого теста не было произведено, то разработчик может сделать без поддержки кириллицы, потом на этапе тестирования тестировщик все-таки попробует эту кириллицу ввести, и ужас, менеджер решит, да-да-да, точно, мы вот работаем там на какую-то специфическую аудиторию, там будут почтовые ящики в доменной зоне РФ, и нужно срочно все перепилить, и код, и базу данных, и все аспекты программного обеспечения, завязанные на эту логику. Соответственно, золотая середина находится где-то вот в районе компонентного тестирования, интеграционного тестирования, регрессионных тестов, когда, ну, скажем, дешево и сердито, вы можете взять одного-двух тестировщиков команды в зависимости от продукта, и серьезно сократить косты по сравнению с тем, если у вас тестировщиков вообще как таковых нету, то есть, ну, вдвое сократить. Если у компании есть на то ресурсы, основания, требования к качеству вашего продукта, вы можете продолжать опускаться, то есть стоимость у вас этих исправлений дефектов будет падать, а, ну, как скажем, стоимость обеспечения качества сотрудников и самих процессов будет расти. То есть тут важно понять, если вы, здесь как бы порядок цифр может быть совершенно разный, если здесь вы, предположим, тратите 2000 долларов на то, чтобы обеспечивать качество на этапе тестирования документации, а сократите риски, например, с 10 миллионов до 2000 долларов, ну, согласитесь, овчинка выделки стоит. Поэтому всегда думайте с точки зрения бизнеса, этого очень не хватает начинающим тестировщикам, у которых, ну, как скажем, неумеренный, нездоровый перфекционизм, и они хотят все и вся внедрить, лишь бы было. Проект на самом деле там пишется двумя хромыми разработчиками, есть какой-то полуменеджер, полуаналитик, и приходит тестировщик на проект и говорит, «Так, нам нужно срочно все автоматизировать, покрыть тестами, мы должны тестировать спецификацию, еще что-то». И, ну, если менеджер адекватный, он скажет, «Воу-воу, полегче». Как бы сейчас вот этими процедурами все обложишь, у нас разработка остановится в принципе, мы перестанем выпускать продукт, его перестанут покупать, перестанут платить деньги, и я вынужден буду тебя уволить. То есть, как бы, нужно оставаться трезвым при выборе процедур. Метод свободного поиска. Метод очень интересный, который имеет под собой, с одной стороны, как в синонимичном названии, интуитивное тестирование, действительно место интуиции есть, то есть человек предвосхищает, думает заранее, наперед у него какая-то там, не знаю, десятое чувство, открывается чакра там, и он начинает двигаться в нужном направлении. Но, тем не менее, определенная логика, как и при игре в эти небезызвестные, скажем, время убивалки, логика определенная есть. Согласитесь, когда вы играете в морской бой, например, ну и у вас изначально есть условное правило о том, что корабли не могут соприкасаться друг с другом, то после того, как вы убили двухпалубный корабль, вы четко знаете, что вот здесь вот простреливать уже не нужно, здесь все хорошо. И по аналогии с сапером, если у вас есть четкое представление о том, что здесь у вас мина и здесь мина, все остальное у вас, ну, программа открывает автоматически, либо вы можете без зазрения совести клацать, зная о том, что туда уже ходить не нужно. Также и с методом свободного поиска. После совершения ряда процедур вы будете понимать, куда вам двигаться дальше. В этом плане, ну, как скажем, это выглядит как некие точки выбора определенных сценариев. У вас есть некоторые функциональные единицы, которые вам нужно проверить, и они так или иначе пересекаются между собой. И то есть, если вы уже по вот этому сценарию прошли, то у вас функционал 8 уже не нуждается в повторном тестировании, если вы пойдете по вот этой ветке. Вы сразу себя ограничите и уйдете сюда, чтобы сделать покрытие вот этих элементов. Ну, условно говоря, если вы видите, что у вас, предположим, как помните, есть, ну, вот на carsmail.ru мы рассматривали размещение объявлений. Мы нашли на главной странице три точки входа. Да, мы можем проверить саму возможность перехода вот отсюда, вот эту сущность, так скажем, что мы можем перейти из одного пункта меню в шапке, из второго пункта меню в шапке, из третьего пункта меню в шапке. Дальше мы на выбор берем любой и проверяем сам функционал размещения объявлений, потому что становится очевидно, что из разных точек входа мы попадаем в одно единственное место и нет никакой нужды полностью проверять сценарий размещения объявлений через шапку, потому что уже буквально на втором шаге вы попадаете в интерфейс, который вы уже проверили. Согласны? Вроде бы что может быть проще. Действительно, как бы взял, открыл проект, неважно, это веб-сайт, мобильное приложение, десктоп, сервер, и начинаете просто вальяжно по нему прогуливаться. Зайду-ка сюда, посмотрю, как здесь работает, ой, и здесь хорошо, и здесь хорошо. При этом, на самом деле, все очень просто, когда у вас количество комбинаций счетное. Ну, вы можете, там, у вас есть, например, там две кнопки и поле, куда вы вводите текст. И все прекрасно ровно до того момента, пока у вас текст может вводиться исключительно цифрами от нуля до девяти. Все прекрасно. Вы можете сделать полное покрытие, перебрав все возможные комбинации, 10 на сколько? На два, на два. Сколько? 40 комбинаций различных. Вы сделали все, ваше программное обеспечение протестировано, и вы уверены условно в каждом чихе его. Но, на самом деле, все становится намного сложнее, и вот Жорж Санд в свое время сказал, простота — это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последние усилия гения. Действительно, чаще всего мы сталкиваемся с такой вещью, когда логик и тестов на покрытие этих логик неисчислимое количество. Когда вы не можете банальным перебором, подбором вычислить все сценарии, и вам нужно будет выбирать какие-то специфические. Наши последующие занятия расскажут о такой вещи, как классы эквивалентности и применение их к тестированию. Когда же вы тестируете методом свободного поиска, вы должны полагаться на свою интуицию, чтобы определять, какие у вас ветки сценария покрыты, какие не покрыты. Вы можете делать какие-то зарисовки, еще что-то, делать какие-то артефакты, скажем так, вашего тестирования. Важно понимать, что свобода — это не анархия. То есть, если мы хотим из точки А прийти в точку Б, мы должны прийти к этой цели, неважно как, действительно, но мы к этой цели должны прийти. Если мы хотим действительно исследовать наше программное обеспечение с точки зрения получения информации о качестве этого продукта, то эту информацию мы должны получить, чтобы условно, максимально полно покрыть программное обеспечение нашими проверками и, ну там, я не знаю, не побоявшись сказать, что там мамой клянусь, программное обеспечение идеально, можно его катить в продакшн. Просто кликать там первые попавшиеся формочки и говорить, что после этого заявлять, что все хорошо. Это не самый гуманный способ. Оп, сори. Так. Собственно, вместе с методом свободного поиска, на самом деле, равно как и с тестированием по документации, мы об этом уже на следующем занятии поговорим, используется интересная практика сессионного тестирования. Она в разных компаниях используется по-разному. Я чаще всего прибегаю к ней, когда у нас есть, ну как скажем, дефицит времени, сейтнот. У нас прибежал менеджер и говорит, что через час мы должны зарелизиться и нам нужно по максимуму проверить функционал нашего продукта. Но на самом деле опыт нам подсказывает, что прибежать он может уже через 20 минут и спросить, все ли ок. А также может сказать, что после часа, ребят, как бы у нас есть еще час, можете протестировать еще глубже. Как такие моменты поступают? Делают некий пул проверок базовых, которые покрывают весь функционал. Вы берете основные сущности на вашем проекте, если там, ну, предположим, опять же, это CARS, вы знаете, что архиважно, чтобы там размещалось объявление, чтобы оно потом находилось через поиск, чтобы оно просматривалось, ну, там, вот такие базовые сценарии. Вы там в течение сессии, сессии, как правило, бывают даже, ну, не часовыми, а там, например, 20 минут, 40 минут, зависит от того, какие, какое время, ну, максимально, так скажем, комфортно для коллектива тестировщиков. И там, в принципе, тогда тестирование на этот момент времени выстраивается по сессиям. То есть квант времени в 20 минут, 20 минут все тестируют, смотрят исключительно базовый функционал, все то, что касается его, самыми различными сценариями, которым в голову придут, методом свободного поиска. Пытаемся разместить объявление. Посмотрели, разместилось, ок, еще как-нибудь проверить, посмотреть, что она ищется, ок. Дальше идет второй квант времени. Мы расширяем функционал, который мы проверяем, и покрытие, которое мы делаем, то есть добавляем какие-то вторичные проверки, которые на первом раунде нам не пригодились. То есть, ну, предположим, вместе с базовыми логиками мы решили проверить еще обязательно, что у нас корректно отрабатывает там авторизация, регистрация. Функционал, который ранее, ну, как скажем, мы отдельно не обособляли, решили вот во втором раунде его посмотреть. Или можем углубиться в уже существующий функционал. Предположим, мы проверяли создание объявления с одной-единственной фотографией. Давайте сейчас попробуем с несколькими фотографиями и попробуем в поле комментария не пустым оставить, а вбить какой-то контент. Ну, текст со спецсимволами, длинный, широкий, еще что-то. Заканчивается квант, мы еще дальше углубляем наши проверки. И так, ну, в зависимости от того количества квантов времени, которое вам предоставит условия тестирования. Менеджер, там, я не знаю, может быть, там какая-то публикация в интернете сейчас должна появиться, вот-вот, у вас есть ограниченное количество времени. Для чего эта практика используется? Когда у вас цейтнот, менеджер, заказчик тестирования хочет узнать о продукте в любой момент времени, ну, условно в любой, вот в рамках одного кванта хотя бы, в рамках 20 минут, максимально полное представление о качестве своего продукта. Если вы сделаете так, что в рамках первого раунда вы будете проверять только создание объявления, в рамках второго раунда просмотр объявления, а в рамках третьего раунда поиск объявлений, то может статься так, что у вас третьего раунда и не будет. К вам прибежит менеджер и спросит, ну, что, как там с тестированием? Вы скажете, ой, мы проверили создание и с одной фотографией, и с двумя с фотографиями, и с десятью фотографиями, и с текстом, и без текста, и галочки выбирали, сделали максимально глубокие проверки в первом раунде. Во втором раунде мы посмотрели, что после этого все отображается. Скажете, хорошо, а поиск-то что? А поиск мы не успели проверить. И это странно. Менеджеры, заказчика тестирования намного, ну, как скажем, устроит его, в общем, ответ такой, что мы проверили, что в принципе объявление базовое создается, да, мы не проверили там текст, не проверили много картинок, но с одной картинкой объявление базовое создать можно, посмотреть это объявление можно, и в поиске его потом найти можно. Все, то есть там ключевой функционал работает, можно катить. Он скажет, фу, слава богу, я понимаю, что вы не успели там за этот короткий промежуток времени сделать максимально возможное количество проверок, но тем не менее базовый функционал вы потрогали, пощупали, у нас ничего не отвалилось. То есть какие-то критичные вещи по-прежнему работоспособны, и мы можем не переживать за то, что закатившись в продакшн, у нас что-то не работает. Пром-пом-пом. Я готов выслушать ваши вопросы, после этого небольшой перерыв, и мы приступаем к практической части, ее сегодня будет достаточно много. Мы попробуем совместно потестировать продукты, которые вам уверены. У вас будет сессионное тестирование. Давай, Леша. Если у вас есть всего час, и вы там что-то проверили, нашли какую-то ошибку, и у нее 6-й спать, и не успеет. А, ну и зачем вы это делаете? Тут важный момент, что если ты знаешь о дефекте, если ты узнал о нем, ты можешь приступить к его фиксингу, да, ты можешь выкатить программное обеспечение с этим дефектом, если он не критический. Или наоборот, это остановит выкатку. У тебя есть час времени, где тебе говорят, вот через час мы должны выгрузиться. Проверьте, нет ли ничего такого, что вообще остановит выгрузку. Мы, предположим, полностью перестало работать размещение объявлений. Все, это как бы баг, который ставит все колом, и извиняйте, выгружаться мы не будем. Его будут быстро фиксить, потом делаются еще несколько раундов тестирования, и выкатывается на продакшен. Но может быть дефект какой-то там незначительный. На втором раунде тестирования, когда мы залезли углубленно смотреть размещение объявлений, обратили внимание, что, предположим, фотографии с расширением GIF или PNG, например, не загружаются. На первом этапе мы шпеги загружали, а на втором у нас мы решили там в сторону посмотреть, взяли массив какой-то картинок, шпеги загрузили, а PNG-шки не пошли. Мы говорим, что вот с PNG не загружаются. Они, там менеджеры, это релиз инженеры, делают, так скажем, умственную работу, может быть, они делают какие-то статистические срезы и говорят, насколько это критично или не критично. Потому что на самом деле, так или иначе, если вы помните, еще на первых занятиях говорил, что часто в компаниях существуют различного рода мониторинги, различного рода аналитические срезы, которые позволят вам понять, критичен этот дефект или нет. Предположим, у нас не грузится GIF, сделали запрос в базу, где у нас хранятся все имиджи, и посмотрели, в каком процентном соотношении у нас шпеги, PNG и GIF. Если мы увидим, что GIF у нас загружают 80%, это становится блокирующим дефектом, потому что большинство пользователей, волей и судей, почему-то грузят у нас GIF. И мы не можем выкатить функционал, в котором есть дефект, что GIF не грузится. То есть как-то проанализировать. Как правило, если компания задумывается о вопросах обеспечения качества, она не делает, не производит мероприятий, контрмероприятий по устранению дефектов, полагаясь на авось или там плюнули на палец, сегодня этот баг признается некритичным. Такого нет. Как правило, люди вдумчиво смотрят, разбираются и делают выводы. В этом плане вот это, как скажем, предрелизное состояние, когда продукт должен вот-вот выгрызиться, это большой стресс для всей команды. Неважно, в какой роли вы выступаете. Ну, пожалуй, может, там только аналитик может расслабиться, он уже давно все описал и так далее. И как бы там кипишует менеджер, кипишуют разработчики, ведущие разработчики, релиз-инженер, тестировщики, техническая поддержка, потому что им сказали, что вот сейчас вот выйдет функционал, тут они уже все наготове, потому что если выгружается какая-то важная фича, то обязательным атрибутом является подготовить техническую поддержку и сказать, что вот мы выгружаем новый функционал или зарифактор или старый какой-то, будьте бдительны, может повалиться огромное количество там заявок. Ну, или не огромные, в принципе, следите за тем, чтобы по этому функционалу что-то не посыпалось, если посыпется максимально быстро алертности. И вот это состояние стресса, ну, вам предстоит узнать, что значит релизная лихорадка — это состояние такое достаточно нервозное и требует, ну, определенной психологической подготовки, не побоюсь этого слова. То есть у меня, например, в воле судеб получилось так, что в пятницу как раз была встреча, на которую с вице-президентом мы договорились, что как раз вот эти самые контентные проекты, которые мы взяли в качестве, так скажем, практических целей для наших испытаний, для обкатки наших знаний, они перешли в мою вотчину. До этого я просто помогал товарищам, теперь у меня плюс 13 проектов, плюс 13 релизов, дали мне небольшой ресурсный пул, я там буду людей себе в команду набирать, что-то кого-то здесь в Москве, кого-то в Нижнем Новгороде, но условно к моим текущим 15 продуктам добавилось еще 13, у них тоже релизы. Вы можете представить, что так или иначе в воле судеб, ну если даже 15 плюс 13 сложить, 28, а рабочих дней 22. Делаем приблизительный вывод о том, что каждый день будет по релизу, а скорее всего будет получаться так, что продукты релизятся с разной скоростью, кто-то раз в неделю, кто-то раз в день, кто-то два раза в день, кто-то раз в две недели, раз в месяц. Будут пересечения, и нужно будет, ну условно, как жонглер, пытаться разобраться и зарелизить все продукты максимально качественно, поэтому в конце курса мы об этом поговорим, очень интересная тема будет про менеджмент тестирования, посмотрим, как ресурсы планировать и так далее. Еще вопросы какие-нибудь есть? Если вопросов нет, предлагаю 10 минут отдохнуть, и потом плотно практикой заняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова